всем привет друзья с вами варчик в этом видео хочу с вами поговорить про один из самых неоднозначных танков в этой игре е50 м как так получилось что один из самых лучших танков 10 уровня стал одним из самых не популярных почему этот танк имея такие характеристики и параметры чаще всего даже не советуют его покупать качать практически любой игрок который поиграл в картошечку вам скажет что оставайся на девятом уровне десятка не нужно вообще и будет ли это правдой так ли это на самом деле и почему же е50 м стал не популярен забегая наперед сразу скажу что этот танк не популярен просто по одной причине 10 уровень неприятно играть и по серебру это не выгодно больше минусов у этого танка и причин не играть на нем нету вообще сам по себе танк ни в чем не виноват виновата общая ситуация и обстановка на 10 уровне но почему же остальные десятки многие популярны а этот танк до сих пор нет как закрепилась мнение что нужно остаться на девятке так оно и осталось не слишком давно этому танку еще и апнули лоб башни его сделали более бронированным было всего лишь 197 миллиметров приведенки во лбу башни а стала 266 266 это уже неплохая броня которая хотя бы держит брони пробития обычного снаряда не голдового на десятках но если повезет даже голду иногда может танкануть если вылетит минимальное пробитие у врага если еще удачно подвернуть что приведен очки было побольше вообще будет шикарно но то что было раньше это было конечно по броне не очень но и в принципе все что же дальше у нас по этому танку он довольно таки динамичный как для своего размера своей массы он великолепно может протаранить ватный танк одна из лучших стабилизации вообще в игре точность сведения этот танк всегда готов к стрельбе я даже с уверенностью не могу сказать у кого пушка по стабилизации лучше у е50 м или у объекта 140 это наверное две лучшие пушки во всей игре лично на мой вкус потому что я устал играть в вбр я хочу стрелять и попадать эти два орудия в самый раз подходят под то что я хочу 270 пробитие основным снарядом 330 кумулятивом альфа 390 великолепная точность да что вам еще надо чем этот танк вам не угодил только тем что десятки неприятный уровень но на других же десятках вы играете почему эта десятка вдруг стала не очень как будто быть на девятом левеле танк в разы лучше у него заметно хромает пробитие на девятом левеле и опнутый лоб башни на девятом уровне не особо той танкует поскольку на девятом левеле во лбу башни всего лишь 220 приведенки а что такое на девятом уровне 220 приведенки если в основном сейчас с девятого левела начинаются пушки как на десятках просто параметр чуть похуже а пробитие такое же поэтому на девятом левеле броня вообще не ощущается во лбу башни а вот на десятке ощущается и самый прикол в том что я на этом танке наиграл практически 800 боёв но это было лет пять назад где-то в 2015 начал я играть 2013 начал качать там ветки стб-1 и са 7 и потом как мне понравились стэшки я начал выкачивать все ст мне очень понравились е50 е50 м паттон и я наиграл практически 800 боев на е50 м взял три отметки и средуха была практически 3 500 61 процент побед а в то время я почти не стрелял никогда голдой возил ее с собой очень мало примерно в то время я только начинал ставить до пайки на танки то есть я вначале вообще даже и без до пайка катался и у меня получился такой великолепный результат если на остальных танках я с трудом там еле-еле на десятках только начинал набивать 3000 среднего урона то на этом танке уже было практически 3 500 и потом в какой-то момент почему-то я остался на девятке на ней тоже средуха было вроде бы 3000 и танк прикольный но сейчас прошло время и хоть и 10 уровень и отстойный но десятка на мой взгляд в разы сильнее на своем левеле чем девятка 9 уровня е50 честно говоря по параметрам уже не впечатляет да там стабилизация точность такая же хорошая да вроде бы толстый борт гусеница широкая можно потанчить бортом но лоб башни просто дыра пробития просто маленькая если играть то только на фулл голде чё там пробивать с таким малюсеньким пробить ясным снарядом я не знаю а вот на десятке с пробитием все хорошо и с броней во лбу башни тоже она еще и динамичная по сравнению с девяткой не чувствуешь себя сараем и по этому бою который я сыграл буквально вот сразу после того как выкупил сразу видно насколько классное здесь орудие ты на нем целишься сводишься попадаешь вот что хочется от стрельбы в картошке чтобы ты попадал и на этом танке реализация стрельбы очень высокая за счет этого и получается накидывать много урона каждый бой особенно если этот танк попадает в умелые руки и единственный минус этого танка это то что он находится на самом неприятном уровне в игре ну или одном из самых это десятый уровень больше минусов этого танка я не вижу вообще и он все эти годы таким и был кроме одного ему апнули броню во лбу башни все в целом этот танк такой все время и был абсолютно всегда все эти годы он был с таким же пробитием с такой же альфой стабилизации сведением с таким же дпм и также ездил он абсолютно все время был такой классный за исключением того что лоб башни особо не танковал а сейчас он нормальный и все эти годы можно было на нем спокойно кайфовать от стрельбы и накидывать каждый бой много урона и не гореть со стрельбы конченной но на мой взгляд за ним как закрепился ярлычок ненужного танка так он и останется ненужным но я вам по секрету скажу он офигенный с вами был варчик играть красиво всем пока